На головах защитные каски, поверх формы бронежилеты. В полной амуниции с автоматами наперевес полицейские пробираются на маленький остров на территории гидроузла. Несколько минут назад сюда, по сценарию учений, высадились бандиты. Полицейские продвигаются вперёд максимально аккуратно. В руках у преступников оружие. Налётчики задержаны. Обошлось без жертв. Вся операция заняла несколько минут. Полиции помогали служащие гидроузла. Заметив преступников на острове, они убрали мост, ведущий к главным зданиям стратегического объекта. Бандитов также сыграли сотрудники шлюза. Боевое оружие им не дали. Накануне специально сделали муляжи. Буквально за один день наш плотник выточил два автомата. Ещё один автомат принесла сотрудница нашего гидроузла. Взяла у сына. Но тот идеально подходит прямо и по размерам, как автомат АКМ. Вооружённое нападение отбито, но учения продолжаются. Охрана замечает подозрительную коробку с антенной. Она лежит прямо на плотине сотрудников. Сразу же эвакуируют. К возможной бомбе осторожно подходит кинолог с собакой. Обнюхав подозрительный предмет, овчарка не находит следов взрывчатки. Учебная тревога отменена. В импровизированном штабе подводят итоги. Учения завершены. Все вопросы отработаны. Действия руководителя учений оцениваю удовлетворительно. Действия сотрудников и оперативных служб, и сотрудников узла также оцениваю удовлетворительно. Всем большое спасибо. Работаем дальше. Сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Учебная тревога на гидроузле подняла на ноги несколько десятков человек. Такие масштабные учения проводятся здесь всего второй раз с начала 90-х. Организаторы признаются, сценарий был не самый сложный. Можно было еще усложнить задачу. Можно было взять плотик, на плотик положить подозрительное устройство, и как бы он должен подплыть к плотине. Вот это было бы, конечно, сложнее. Но в следующий раз мы подумаем, как усложнить задачу. Время усложнить задачу есть. Такие масштабные учения, как сейчас, по новым правилам должны проводиться раз в три года. И не только на шлюзах. В начале осени учебная тревога раздастся в одной из школ Ленинского района. Алексей Пимнов, Владимир Биржонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.